Подведение итогов шести конкурсных проектов стало одной из тем заседания Фонда Истории Отечества, которое состоялось 4 марта 2021 года. Мероприятие провел председатель Совета Фонда Истории Отечества, председатель Российского Исторического Общества Сергей Нарышкин. Сегодня нам предстоит подвести итоги одновременно шести новых конкурсов. На них было представлено рекордное число проектов, около 400, ну и около 80 проектов мы имеем возможность сегодня поддержать. С 1 декабря 2020 года по 30 января 2021 года проходил прием заявок на оказание финансовой поддержки проектам по шести направлениям. Конкурс мероприятий, конкурс выставок, конкурс документальных фильмов, конкурс книг, историко-просветительских онлайн-проектов и участие молодежи в археологических экспедициях. Я вот в данном случае являюсь, так сказать, представителем группы, которая работает с совершенно новым, так сказать, для нас новым направлением. Это просветительские онлайн-проекты, которые, хотя вот в нынешних условиях, я как директор музея знаю и почувствовал, до этого выходят на первый план по количеству социального охвата и по той значимости, которую они начинают приобретать даже не в условиях пандемии. По итогам двух этапов экспертизы, членами экспертных советов и управлений были предварительно отобраны наиболее проработанные проекты, которые сегодня коллегами будут представлены нам для принятия соответствующих решений. Значительная часть, наверное, половина поддержанных проектов – это проекты из наших регионов. Проекты одобренные, проекты, прошедшие экспертизу региональных отделений Российского исторического общества. Список проектов, признанных победителями конкурсов проектов Фонда Истории Отечества, опубликованы на сайте Фонда. Напомню, что уже совсем скоро, 6 апреля, в пятую годовщину с момента своего создания, отметит Фонд Истории Отечества. За этот период Фонд Кректов стал на ноги, пользуется таким заслуженным каритетом у историков, архивистов, музейщиков. Фонд расширил и географию своей работы, ну и стал таким востребованным инструментом поддержки наиболее значимых историков и свидетельских проектов. Также в преддверии Международного женского дня в стенах Рио состоялось открытие тематической выставки о деятельности женщин во внешней разведке СССР и России. На открытии присутствовали ветераны внешней разведки Тамара Нитыкса и Людмила Нуйкина. Вместе со своими супругами они выполняли задания, находясь на нелегальном положении в сложных условиях. Они рассказали истории, связанные с их личными вещами, представленными в рамках экспозиции. Потому что женщина – это лишние глаза, а я вам честно скажу, глаза у женщины более зоркие, чем у мужчины. Женщина лучше видит. И женщина не только видит, у женщины не только глаза, у женщины великолепная спина, которой она все чувствует. Поэтому с точки зрения безопасности женщина в паре – это, конечно, огромный плюс. Первая рука – помощница мужа. Потому что специальную нашу работу мы выполняли вдвоем всегда проще. Допустим, получаем радиограмму, он ее записывает, я уже расшифровываю. Или наоборот. И поэтому время было на это меньше затрачено. Разведка считается одной из самых мужских профессий. Это профессия с неженским лицом, но на самом деле это не так. И сегодня в составе службы внешней разведки России много замечательных, талантливых, решительных, удивительных женщин, которые плечом к плечу с мужчинами выполняют свою сложную и очень нужную для государства работу. Женщины-разведчицы работали и в нелегальной, и в так называемой легальной разведке, и в центре, а также внесли свой вклад в победу советского народа в Великой Отечественной войне. Вот это, конечно, очень неожиданный поворот истории разведки. Мы никогда, который показывает, так сказать, изобретательность и креативность тех людей, которые работают в фонде, тех людей, которые организуют это пространство, совершенно новые, неожиданные повороты нашей новейшей истории. В Доме Рио выставку можно будет посмотреть в течение месяца. Кроме того, 4 марта состоялась презентация сериала под рабочим названием «Миссия Аметист». Телевизионный проект рассказывает об операции службы внешней разведки Российской Федерации по предотвращению попытки дискредитации иностранными спецслужбами имиджа России на международной арене. Заведовательная деятельность всегда привлекает внимание нашего общества, тем более, что профессия разведчика издавна была окружена таким ореолом романтизма. Наш профессиональный продюсерский исторический Сергей. Продюсер фильма Александр Акопов преподнес Сергею Нарышкину символический подарок – режиссерский стул. Детективный сериал снят по заказу Первого канала кинокомпании «Космос-студию». За консультативной помощью создатели проекта обращались в службу внешней разведки России. Ожидается, что картина будет показана на Первом канале в течение года.